Продолжаем нашу спецоперацию. Да. А что нам делать, конечно? Враг засел и в сердце, и в голове. Мысли путаются. Слова бывают неверные. Чем дальше человек идет по дороге своих земных километров, и понимает, что черта, за которой уже не будет ничего временного, а все будет вечное, уже не будет тех проблем, которыми мы сегодня напичканы, и которые придавливают нас к земле, мешают нам жить с Богом и любить друг друга. Тем, конечно же, борьба эта становится ожесточенней. Она снаружи почти не видна. Но внутри все рвется на части. Поэтому мы уже начинаем понимать, что молиться – это кровь проливать. что если мы служим Богу, то князь этого мира нас никогда не оставит в покое. Поэтому, конечно же, приходится все время мучиться от того, что ты весь поражен грехом. И в этих внутренних мучениях, переживаниях ты не должен сдаться, не должен опустить руки. Потому что война-то идет за бессмертие. не умру, но жив буду и повем дела Господни. Поэтому, конечно же, мы так нуждаемся в помощи. Каждый из нас нуждается в этой помощи. Это помощь, это доброе слово, это добрый взгляд, это добрая мысль, это сострадание и сочувствие, это живое общение, искреннее общение наше друг с другом, где мы не прячемся и не обманываемся и себя, и других. Я не знаю, как будут складываться дальнейшие события во внешнем мире, но я думаю, что Христос победит. И, конечно же, хотелось бы, чтобы Он победил в этой нашей внутренней войне с грехом, с дьяволом, с этим миром. Надо расставаться со всеми иллюзиями, со всеми какими-то ненужными представлениями, планами, которые ничего не изменят в нашей жизни. Нам кажется, что мы можем что-то внешне поменять, и все поменяется внутри. нет. Мы можем себя чем-то увлечь, и можем себя чем-то занять, но все равно тот внутренний голод, та боль внутри человека, которая живет в нем, которая проснулась в нем и мучает его, она не утихнет. Она усилится. И в то же время ты понимаешь, что без этой боли ты будешь мертв, что эта боль рождает совершенно другие отношения твои с Богом и с ближним. Ты начинаешь понимать человека, может быть, не очень сильно, но все-таки уже ты становишься осторожным в твоих оценках, в твоих каких-то категорических выводах, которые чаще все бывают от нетерпения и от несмирения. Каким-то чудом мы еще с вами продолжаем жить. И каждый трудится на своем святом послушании. Христианин это боевая единица. Это солдат. а у солдата служба. Проживая круг церковной жизни, проживая какие-то праздники, мы все время находимся в каком-то перепаде высот. Вот богослужение, вот ты принял святое причастие, вот ты уже на фаворе и нужно спускаться в Иерусалим. Нужно идти к своей Голгофе и нужно распинать свою плоть со страстями и похотьми. Нужно воевать самим с собой, а сил на этого кажется уже больше нету. Нужно реально смотреть, что происходит внутри тебя и не обольщаться тем, что происходит вокруг. Основные бои у нас впереди. Основной бой, знаете, будет тогда, когда мы будем лежать на смертном адре. А для того, чтобы к этому бою подготовиться, сегодня нам нужно быть предельно внимательными и семь раз отмерять, прежде чем что-то отрезать в нашей жизни. Ошибки, чем мы дальше живем, тем дороже они стоят. Я хотел бы утешить вас, я хотел бы вас ободрить, но сам я нахожусь на волоске. Но как мы говорим волосок, то Божий. Авось не порвется. Может быть действительно по-другому и нельзя, и ты это подсознательно понимаешь, и ты хочешь уйти в какую-то область, где нету этой войны, где перемирия, где потише, не стреляют, на самом деле это уже не будет. Каждый день он приносит свои какие-то задачи, которые нужно решать. где мы должны конкретно сказать да или нет, где мы должны или принять то, что нам говорят и что нам нужно делать, или сказать нет, этого я делать не буду. И вот на этой грани, когда человек изнемогает от напряжение приходит благодатная помощь, приходит Божий, Божия сила в немощах наших совершающихся. Что я могу сказать человеку, который тебя вообще не слышит, вообще не понимает, вообще понимаете, вообще просто. Он слышит только себя, он слышит только свое, какие-то свои, какие-то домыслы, помыслы. И надо говорить, и надо стучать. По большому счету ты сам по себе всегда одинок. и момент соборности, момент единства, это момент Божьей благодати, которая соединяет все остальные идеи, все остальные какие-то, понимаете, идеологии, все остальные какие-то, это все человеческое, это все временное. история показала нам, какие великие империи рушились на глазах, как карточные домики. И на нашем памяти, на наших с вами глазах разрушился Советский Союз. Это была боль, для меня лично это была боль. Но почему он разрушился? Разве можно создаться государством на идеологии безбожия? Нет? Не может? И Византийская империя разрушилась, потому что грех вошел. И Римская империя, как они могли стоять? На чем? На каком основании? Надо основание. И вся земля сгорит. И наши тела закопают. Как бы мы долго не жили. И как бы мы их не лечили. А душа наша бессмертна. сгорит. когда человек это начинает осознавать, у него происходит переориентация, перемена всего. Понимаете? Оказывается, вот что главное. Оказывается, вот о чем Серафим Саровский говорил. Стижай мир в себе, и тысячи спасутся вокруг тебя. Оказывается, можно сидеть в келье, и келья тебя всему научит. Можно сидеть на кроватке, не иметь сил вставать с этой кроватки, но ты будешь молиться за весь мир. И ты будешь в единстве со всеми. плот немощна, и поэтому нужно стяжать дух, дух Божьей любви. И этот дух нам дает Святая Церковь. Она дает нам в наших таинствах, в наших богослужениях, в наших молитвах, в нашем покаянии, которое, конечно же, еще только в зародыше. в нашем послушании, и мы это понимаем и знаем, что это не работа, даже по совести, это послушание перед Богом, и мы должны это беречь и ценить, мы этим должны дорожить. с одной стороны, понимаете, мы такие слабенькие, маленькие, такие, понимаете, хрупкие, а с другой стороны, если Бог благословит, то мы победим этот мир? конечно же, и победим плодь и кровь, и станем уже здесь, в этом мире, жить ценностями вечной жизни. То есть мы начинаем понимать, что жизнь это вхождение в новую, земная жизнь это вхождение в жизнь вечную, и ценное в этой жизни то, что имеет знак качества, оно останется с нами в вечности. А временное все, как трава луговая, засохнет и сгниет. Поэтому мы, конечно же, конечно же, понимаем, что нас мир этот никогда не примет. Мир, который лежит во зле, что мы в нем чужие. Понимаете? Потому что мы говорим о другом мире. Мы о другом царе говорим, который пришел послужить, который пришел омыть все наши раны греховные, очистить нас от всякой скверны, который своей любовью лечит наши бессмертные души. Вот о чем мы говорим, конечно. И вся наша жизнь, она направлена к этой цели. как будет умирать. Понимаете? Нам самое главное. Как мы уйдем отсюда из этой жизни? Не то, что нам повезет, что-то материально у нас получше станет, что-то нам достанется, что-то хорошее, что-то мы приобретем. Это муклатура все. Металлолом. А мы говорим о настоящем. И надо не забывать об этом. Как бы не увлекал тебя этот мир, как бы не увлекало тебе то или иное дело, но всегда проверять, а где душа. Можно сделать огромное дело и повредить своей душе. И какая будет польза. Приобрети весь мир. Мы же сегодня это читали. Повреди своей душе. Поэтому нам очень важно, понимаете, чтобы у нас чтобы мы как-то работали с молодежью. Слава Богу, у нас лагеря были в этом году, почти все лето и погода была хорошая. Сейчас наша школа, у нас 140 учеников, тоже ответственность, понимаете. Мы не готовы их учить, потому что преподаватели сами еще хромают на обе ноги. Мы не готовы говорить о Христе так, как нужно, но мы должны бороться за этих детей, которые пришли к нам. Они же пришли не случайно. мы должны воевать за наших подворских братьев и сестер, которые слабы. но у них нет других каких-то вариантов жизни, как только на нашем подворье. У них нет или тюрьма, или подворье, вот и все. И они приходят. Тот пришел с ранами, тот наркоман, тот алкоголик, тот потерял все, что можно потерять, тот приполз откуда-то с кустов, понимаете. И мы должны всех согреть и помочь им. не оттолкнуть, а помочь, если они хотят. Но есть люди, которым помочь невозможно, потому что они не хотят принимать помощь. Насильно мил не будешь. Слава Богу, у нас вот сейчас уже наш ковчег уже кормит людей, пока только еще пищей телесной, но я думаю, пройдет немножко времени. Это действительно все чудесным образом делается, и мы будем кормить людей и духовной пищей, когда откроется наш зал на 700 мест, когда мы будем проводить концерты, встречи, беседы и прочее, 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 какие-то встречи, там будет и для молодежи, там будет и для всех, и кружки, и все. Поэтому мы продолжаем эту работу, продолжаем и будем продолжать расширение нашей школы, которая будет уже второй этап, потому что мы не вмещаемся уже, это уже критический момент, потому что классы уже не вместятся в то, что у нас есть, и у нас уже будет строиться вторая часть, даже с бассейном, представляете, вот мы как дерзаем, а дети должны плавать, красиво жить не запретишь. Я думаю, что будет построен богодельня, где будут люди, которые потрудились в своей жизни, ветераны, будут и наши сестры, которые уже будут, но все-таки они не молодеют, будут там, достойны будут уход за ними, и духовно будет наставление. Это очень важно тоже для нас, потому что у нас сейчас много людей, которых мы окормляем, патронажная служба наша, которым действительно нужна помощь, и самое главное не только медицинская, а медицинская это необходимость, но и помощь духовная, когда можно людей причащать, когда можно людей исповедовать, когда можно с людьми заниматься, понимаете, все это такой большой кусок работы, потому что говорить можно о чем угодно, а нам нужно делать дело, потому что потому что время лукаво, и нам нужно много-много еще успеть, что чего сделать в нашей жизни, и мы будем делать, конечно. Слава Богу, сейчас у нас нормальные отношения, сейчас у нас нормальные отношения с государством, сейчас, слава Богу, обратились к церкви, и все, но это удивительно, понимаете, это удивительно, ведь раньше я был, когда я пришел в храм, нельзя было гвоздя забить в храме, вот я помню, я был сторожем, молодежь не пускали на Пасху, стояли, милиция не пускала, мне приходилось проводить этих молодых, я был с повязкой, знаете, дружинник церковный, а сейчас, пожалуйста, понимаете, открытый храм, но сейчас враг как работает, все эти интернеты, вся эта грязь, которую с запада, с океана, понимаете, на нашу молодежь льется, понимаете, это же надо же ей какой-то противостоять, должна быть идеология, должна быть, конечно же, осмысленность, понимаете, должно быть, надо убеждать, надо не злиться, а именно помогать молодежи разобраться в жизни, разобраться в истории своей Родины, разобраться, что такое, что такое плохо, а для этого нам самим нужно быть хорошими, вот в чем дело, а люди разные есть, в этом мире, разные люди, и мы все немощные, но вместе, если мы делаем одно дело, то мы, я думаю, победим, по крайней мере, мы за ценой не постоим, продолжается наш с вами путь, путь за Христом, какие у вас есть вопросы? у нас просто сегодня в гостях такие хорошие люди, я бы хотела их пригласить, это руководители бессмертного полка, вот, и они что-то хотели такое сказать, монастырю передать, вот, может быть, они сейчас сами тогда выйдут, представятся, уважаемые братья и сестры, мы сегодня пришли к вам для того, чтобы сказать сегодня вам огромное спасибо за участие в шествии бессмертный полк 9 мая нынешнего года, я скажу, что за это время мы смогли познакомиться с вашим бытом, познакомиться с некоторыми людьми, хорошими, прекрасными людьми, нам постарались показать ваши мастерские, нам показали ваши подворья, мы получили, в общем-то, урок, я лично сегодня получил урок от вашей речи, потому что это для меня лично это было самообразование, но вы же понимаете, что в народе, как я вот знал о вашей жизни, это вот из тех фильмов, которые давно, 12-13, 14-15 век и так далее, и так далее, где казнили, издевались, уходили, они это в основном особо царские в то время, и, ну, а сейчас я вижу совершенно другой мир, это я говорю откровенно, что урок для меня самообразование, ваша речь. почему. Вот, мои дедушки были коммунисты, родители были коммунисты, а прадедушки, прабабушки были очень верующие люди. И вот я думаю, что, вот почему, например, я пришел к вере, да, я же, я был не крещеный, мне, что, родители, сейчас в высшей парширной школе работал, как, как, понимаете, но молитвы и корни земли их не истребить. И поэтому сейчас, вот сейчас у нас такая, такая вот благоприятная возможность, понимаете, строить наше общество на патриотизме, на тех корнях, на вере. Вот почему, почему вот сейчас Россия восстала? Потому что Путин пришел к православию. Если бы он не пришел к православию, ему уже давно был конец. Понимаете? Это, это очень важно. И наш президент тоже сейчас приходит к этому. Я вижу. И слов не сделал. Ну, чтобы вам было понятно, у меня кростный отец, это отец Владимир. И я, естественно, не то, что пришел к православию где-то, ну, рано со всеми и так далее. У меня отец тоже занимал должности в языке. И мама два раза водила на крещение и отец, отцу говорили, и он два раза возвращал вот эту коляску детскую со мной. Но это было, и я думаю, что у каждого из наших присутствующих есть такие моменты. но вот дух бессмертия и ваш сегодняшний разговор, он наш разговор, потому что в настоящее время те вопросы, которые занимаемся мы и конкретно это руководители все общественные организации, пока еще мы говорим как общественные организации, власть тоже сопротивляется, чтобы мы были, так сказать, зарегистрированы и так далее, и так далее. Но сегодня в этом храме звучит бессмертие, а в нашей организации бессмертный полк. А значит со мной рядом, я представлю, могу я представить? Конечно, конечно. Значит Иван Семенович Куликов, известнейший в Советском Союзе ядерщик, ученый, доктор, профессор, в настоящее время преподает в Академии авиации. Андрей Аркадьевич, он известнейший на просторах Советского Союза политолог, экономист и в настоящее время возглавляет пока Оргкомитет, думаю, что мы вырастем все-таки в партию, за Отечество. Это тоже, о чем сегодня я слышал в этом зале. За Русь, за Большое Отечество и за создание того, что удалось разрушить наш народ и сейчас всюду идут войны на всем просторах нашего бывшего государства Советского Союза. А теперь разрешите? Я зачитаю текст. Мы хотели вложить в текст, но все хорошее к вам отношение, к отношению к вам непосредственно по поводу участия в Бессмертном полку. когда мне сказали ваши же люди, что вы сможете принять участие, мы с радостью сразу приехали к вам, с радостью встретились с вами. В следующем году мы приведем, знаете, сколько можно людей привезти? Я не буду проваливать сейчас. А теперь к тексту. Выражаю горячую искреннюю благодарность духовнику Святой Елисоветинского монастыря города Героя Минска протееревию Андрею Владимировичу Лемешонку, а также всему духовенству, сестричеству, монашеству и прихожанам за активное участие в шествии Бессмертный полк в городе Героя Минска 9 мая 2022 года. Принимая участие в шествии, мы не просто отдаем дань памяти нашим предкам, подарившим нам мир ценой своей жизни и здоровья, но и напоминанием заблудшей части нынешнего поколения в том, что воины многорационального Советского Союза защищали не просто территорию Республики Беларусь, а все наше единое Отечество от Бреста до Сахалина. Мы очень признательны вам, что такое непростое время Святый Елисоветинский монастырь стал на защиту исторической памяти и своей деятельностью вносить большой клад в возрождение Единого Отечества. Спасибо вам! Спасибо! 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 Вот то, что я хотел попросить, уже было сказано, что марш будет тысяча людей в следующем году. Конечно! Спасибо! Не сомневайтесь! Я вам серьезно говорю, не сомневайтесь! У нас только... Спасибо вам большое! Держитесь! Здесь очень важно, что мы... Понимаете, сейчас самое важное это борьба за молодежь. Вот я думаю, это самое... Потому что враг настолько хитро все это, понимаете, промывает мозги, настолько хитро людей привязывает к этим ценностям, которые ничего, вообще ничего не стоят. Но я думаю, я говорил, что я думаю, что сейчас скоро будет время. это я читал... Знаете, это я уже повторюсь, но я вам скажу, что я читал это в конце 70-х годов. Вот представьте, что в конце 70-х годов я молодой сторож, ранен, читаю книгу, написано «Советского Союза не будет». Я говорю, сумасшедший какой-то написал. Россия будет в пределах других. Весь мир, весь мир будет воевать с Россией. Но там было написано «Америка погибнет». И Европа сейчас... Вы же видите, что сейчас происходит. Сейчас идет война не на Украине, не с Украиной, а идет со всем миром, демоническим миром, безбожным миром, понимаете, которые, к сожалению, избрали славянский народ, понимаете, и украинский, как полигон. Мы за это скорбим. Спасибо. Так что готовьтесь к следующему нашему бессмертному полку. Конечно. Слава Богу. кто был там, кто-то, наверное, прожил, наверное, такой праздник, настоящий праздник, которого уже никогда, давно очень не было. Это были праздники, я помню, когда я ходил маленький на демонстрации, там, и было что-то такое, ну, я не знаю, ну, что-то было настоящее, понимаете. А потом все это кончилось. И вот здесь было действительно какое-то, какое-то, ну, какое-то, да, действительно, обновление. Ну, поживем, увидим, да, мы не сдаемся. Так, тут есть вопрос. Как молиться, первое, за лютеранов, за баптистов, протестантов, ну, лютеране, баптисты, это тоже протестанты, староверов, греко-католиков, рима-католиков, сект других и другие. Могу вам сказать, ну, как надо молиться, как мы вообще с вами молимся? Вот вопрос. Умеем ли мы с вами молиться? Это как относится к каждому из нас или как мы, как церковь молится? Даже что-то подойдет на Сарковский Псалтин, это я знал. Ну, греко-католиков, фуниатов, ну, понимаете, оно, это, мы не молимся за них, потому что это, это не католики и не православные, так, знаете, неудавшаяся попытка соединить. А если туда не покатки у них? Ну, можете, ну, можете на Псалтирь брать вообще римокатоликов, греко-католиков, староверов, староверов, если они поповцы, то можно, можно брать как за православных, ну, баптист, протестантов, лютеран, лютеран, нет, мы тоже можем, как бы, смотря какие, там лютерани, они тоже разные, понимаете, есть старые лютерани, которые, я же был в Швеции, есть лютерани, которые придерживаются такого, ну, старого, как бы сказать, вот как была наша преподавна мученица Елизавета, а есть новые лютерани, они вообще совершенно другие, там женщины, женщины эти, вот, пастырши и все, они между собой тоже, они никак, тоже между собой, они, по крайней мере, ну, ну, я думаю, что на Псалтирь можно почитать за людей, может они, ну, я думаю, протестант, ну, если он крещеный, а если он не крещеный, то, хотя бы в детстве был крещеный, ну, у нас есть уару, мученику, ну, вы почувствуете, когда с человеком говорите, вы почувствуете человека, и какой человек, ну, вот я говорю, что надо иметь квалификацию духовную, вы понимаете, что такое духовная квалификация, это же не просто по бумажке, это ты смотришь человека, смотришь его в глаза, почему он пришел в православный храм, почему он подает эту записку, надо это ему, не надо, верит он, что ему помогут, тут, понимаете, тут много есть, вообще в жизни нашей православной, понимаете, нету шаблонов, нету шаблонов, я говорил когда-то, что вот ты приходишь с дарами в больницу, люди больные, палата, православные сидят в домино играют, телевизор смотрят, понимаете, им до лампочки, что священник пришел, это православные, а бабушка католичка встала на колени, понимаете, плачет, целует и Петрахиль, так кто православный тут, вот скажите мне, кто православный, и конечно, я такую бабушку причащу, понимаете, и владыка сказал, Филарет, и правильно, только не надо слишком афишировать, понимаете, а этих людей, которые даже не встанут, когда священник пришел, им вообще, они в детстве их крестили, но они неверующие люди просто еще, и вот как за кого, как молиться, понимаете, это все непростые вещи, как молиться, как поститься, как себя вести, как жить нам, вот как жить, а, мать Наталья, надо жить по-монашески, получается, не очень, но мы надеемся, что получится, когда мы сроки не устанавливаем, но мы верим, церковь, конечно же, молится за весь мир, и за индейцев, амазонки, и за чукчи, она верится за весь мир, потому что, но когда совершается божественная литургия, это тайная вечеря, когда приходят верные, они приходят, чтобы вкусить тело и кровь Христа, это самая тайна, понимаете, раньше оглашенные вообще уходили просто после этой молитвы из храма, сейчас такого, ну, сейчас люди не поймешь, кто оглашенный, а кто, а кто да, а кто верный, трудно разобраться, но тем не менее, церковь, церковь молится за людей, и каждый человек, который пришел в храм, и прикоснулся к Богу, который принял тело и кровь Христа, который начал ходить в храм, и храм стал его колыбелью, этот каждый человек такой нам бесконечно дорог, и ради него все то, что происходит у нас сейчас в нашем монастыре, ради него, ради ближнего, не ради галочки, не ради каких-то... Я по-штатски молился из-за мусульмана. Не, да, конечно. У него такой был эпизод, когда он вылечил, по молитвам его вылечилась девочка мусульманная и привел, этот отец мусульман, привел целый квартал и сказал, твой Бог сильнее нашего. И все приняли православие. Ну вот, видите, вот Иоанн Кронштадтский такой был, а он татарин какой-то тонет и кричит, русский Бог Николай, помогай мне. И он Николая ничего, отворец его вытянул. Понимаете? Вот и все. Вот пойми, понимаете? Вообще сейчас непонятно, да, все. Сегодня наши воины и чеченцы воюют вместе, понимаете, с этими фашистами. Все вот так вот, знаете, перепутано в этом мире. Но мы должны идти дальше своим путем. у нас путь один. Это Христос, мы за Христом идем. И хотелось бы не сойти с этого пути. Хотелось бы не сойти. Мы как раз вначале говорили про борьбу, про подготовку на смертном Андре. А у нас вот как раз за эту неделю, даже не за эту неделю, буквально, вчера как-то так. Я просто нахожусь с монахиней Агапией старенькой. Ну и как-то это вот настоящая борьба действительно, видишь, как человек меняется. И вот буквально вчера как... Ну, бывает человеку плохо, естественно, человеческое появляется. А сегодня утром она как-то так проснулась и говорит мне «Какая сегодня служба?» Ну, я говорю «Ну, литургия, ну, по францам». «Нет, какая сегодня служба?» И так, ну, настойчиво. Я говорю, главное, голову держит, глаза открывшие, как никогда. Я говорю, матушка, я вспоминаю, ну, молебен сегодня будет. О, мне надо сегодня на этой службе быть. Вообще на службе быть. Я говорю, матушка, вы хотите на литургию? Ну, и потом на молебен. Или только на молебен? Не знаю. Ну, ладно. Я говорю, хорошо, подумаем. Пришли пораньше забирать, не поеду. Я говорю, матушка, мы же просились. Нет. И ни в какую. И причем такое вот, ну, как бы сразу такое настроение другое. Мы и так, и так уговорим. Нет. Ну, второй раз попросили. Я говорю, ну, как бы причащаться? Молчит. Я говорю, может, я попрошу отец Сергея? Ну, будет с монастыря ехать заедет? Нет. И как-то так, никогда такого не было, чтобы вообще так как бы отказывалась. я понимаю, когда человеку плохо, а тут нет, и все. Ну, ладно, пошли мы в храм. Я стою в храме как-то, ну, как могла, попросила. Бога, ну, как-то ж неправильно, если человек с утра хотел, а тут. Я говорю, а потом вот хожу к сестре, говорю, ну, пойдем, сходим еще раз попробуем приезти. Она говорит, я только что была. Наотрез отказывается. Ну, я отошла. Думаю, ладно. Потом все равно как-то вот внутри мысль такая, ну, надо еще попробовать. Я говорю, пойдем. Иду, думаю, Господи, как же сказать, чтобы человек как-то так вот услышал. И так Господь, слово дало, прихожу, и так сразу говорит, ну, все, матушка, Господь приглашает на божественную трапезу. Пойдем. Тишина такая. Потом молчит. Плохо. Мне плохо. Я говорю, ну, еще что плохо. Тут плохо, там плохо. Какая разница? Пошли. Господь зовет, отказываться нельзя. А вдруг лучше станет? И она махнула головой, согласилась. Вид, конечно, был стадаческий. И в храм ее тоже привезли. Ну, действительно, чего плохо. А потом причастилась, осталась еще и на молебне побыла. А после службы я захожу к ней, лицо посветлевшее, гляжу уже так, трошку как в это. Я говорю, ну что, матушка, полегчало, головой махнуло. Да. А потом сестра через где-то часик заходит. Слушай, сидит, голову подняла, глаза широко открыты, такая улыбается, веселая. Все. Победился. Да. И вот эта борьба, особенно ночью, днем еще как-то так, вялотекущее, а ночью и как-то время такое с 12 до 2, до 3, вот это самое такое пик времени, когда практически всегда. Иногда это раньше, иногда всю ночь, но ты все время. Причем это не всегда, ну как бы она зовет на помощь требует человеческое. Иногда это я понимаю, что она вроде как спит. Я подхожу, когда она что-то говорит, я подхожу, спрашиваю, она не отвечает, она продолжает вот это, но всегда с молитвой и четкие в руках. То есть вот этот момент, он как бы не выпускается. Единственное, что она пытается, утром подхожу, она крестик пытается снять. Я говорю, матушка, а что вы делаете? Ну, нательный. Говорит, а что вы крестик снимаете? Она так сразу говорит, это не я. Я понимаю, что не вы, так защищайтесь молитвочкой. Все успокаивается. То есть как-то вот этот момент, ну борьбы какой-то, страх, я, наверное, не знаю. А другой момент, вот детей, подготовка. У нас девочка на подворе живет с мамой. И первое время, ну это мама, конечно, понятное дело, виновата, что она там отговаривала, что ребенок маленький, там не хочет идти на службу, ну и как-то так. Ну и девочка, да, естественно, там не хочу, и фрам не хочу, туда не хочу. А сейчас вот у нее вчера было 6 лет, и как-то она потихонечку так взрослеет. И мы накануне вечером как раз с мамой так это серьезно поговорили, я там как-то так и говорила. А на следующий день, как бы ее день рождения. Все, мутро девочка звонит, меня приглашает на день рождения. Я думаю, как идти вот после того, как серьезно поговорила с мамой, ну я понимаю, что же мама сказала, не сама же она. В час она мне напомнила, что я вот звонит такая, я уже в нарядном платье, приходи на день рождения. Анечка, да. И я, значит, прихожу на день рождения, ну мы там ей подарили, значит, и куклу она просила. Я так как бы поговорила, разговаривала, говорю, знаешь, вот ты такая, ты уже большая, тебе 6 лет, сегодня вечером у нас будет исповедь, а давай ты подойдешь, как все, Сергей попросишь, а он тебе, ну рассказал, научил, как надо исповедовать. Я же надо готовиться уже, исповедоваться. Смотрела так внимательно, но ничего, не отказывалась, ничего. Мама тут так тоже говорит, ну, наверное, и мне надо. Говорю, вот хорошо, как раз и маму заведешь. Они действительно пришли, мама там ее без очереди подвела, а потом она, значит, идет такая, пусть стоит, и серьезная такая, к дверям подходит, ну, а сестра же понятна, и серьезная, и начали там улыбаться, кто-то смешок какой-то, такой по-доброму, а она такая идет серьезно, повернула в голову, Зоя там немножко из себя, повернула в голову, говорит, ничего смешного. И так сосредоточенно пошла дальше. Как-то так, ну, такой момент интересный, а потом, а потом после этого еще мама говорит, я, ну, так была обижена, я говорю, ну, действительно есть такой момент у родителей часто, когда ты обижен, то у ребенка говорят, там, не разговаривай с кем-то, там, что-то не делай, ну, такое как-то, вренческое, она говорит, и я ей говорю, ты у сестры просворку не бери после причастия, вот, а она так смотрит, говорит, а если мне матушка просворку даст? И аргументов нету. А потом, говорит, ни с кем не разговаривай. А она так смотрит, и говорит, мама, а как же я буду жить? Я говорю, вот понимаешь, насколько я сегодня прибежала к ней, у нас в обед, в два часа Акафист, Ваня никогда, в принципе, на Акафисты не приходила, а тут, представляешь, прибегает, ну, так вообще записано на отеле, вы называете, в крещении Анна, она прибегает от отеля, говорит, ты на Акафист идти собираешься? Она говорит, ну, собираюсь, ну, так быстрее, что ты, говорит, не идешь? Я тоже, говорит, потом присоединюсь, дела свои решу, потом присоединюсь. Мама отправила на Акафист, она сама с нами пошла крестным ходом, вот, вокруг всего подворья, вот как бы это, и я так понимаю, что это, ну, вообще она вот как-то так взрослеет, ну, дай Бог, чтобы вот это не потерялось, потому что это тоже очень много будет зависеть от того, как мамы настроение, как у мамы что-то изменится, то сразу же, естественно, на ребенке будет это отражаться. Ну, такая маленькая победа. Ну что, продолжаем дальше трудиться.